Печальная новость пришла на этой неделе. В Москве умер бывший губернатор Красноярского края, депутат Госдумы Валерий Михайлович Зубов. 9 мая ему исполнилось бы 63 года. Я познакомился с ним еще в начале 2000-х. Вместе работали в Государственной Думе, а позднее встречались для съемок программы «Диалог». За все эти годы мы записали с Валерием Зубовым 16 программ. Ученый экономист, декан экономического факультета, профессор. Он, как и многие мыслящие люди, после образования Новороссии оказался востребован в политике. С 1993 года избранный губернатор Красноярского края, вице-спикер Совета Федерации, а с 1999 года депутат Государственной Думы. К нему, как блестящему экономисту и мудрому человеку, прислушивались и власть, и оппозиция. Валерий Зубов написал много книг. Вот одна из них. На ней под заголовок. «Сила не в умении ходить с троем, а в том, чтобы каждому было выгодно думать». Силу свободолюбивого человека Валерий Михайлович продемонстрировал и в Госдуме, часто голосуя не так, как велено. И уж, конечно, никогда не ходил с троем. Наша сегодняшняя программа посвящена его памяти. Послушайте, о чем он говорил, что занимало его мысли, какие идеи он отстаивал. До сих пор у нас действует государственный капитализм. И государство, знаете, как добрый дяденька, там всех по головке гладит, те, которые рядом с ним. Те, которые приближенные за счет тех, которых миллионы, десятки миллионов. А вот эти вот несколько десятков, которые рядом. Нет, я пока не вижу у действующего правительства намерений осознать и решиться на серьезные меры. Вы знаете, эти разговоры, ну, надо обсудить, ну, я поручил там подумать. Это не стиль правительства в такой серьезной ситуации. Стиль правительства, вчера мы приняли решение такое-то – исполняйте. Нет вот этого осознания, что вы исполнительная власть в экономике, что вы за это отвечаете, вы должны заставлять действовать, вы должны заставлять выполнять правила, которые установились. К сожалению, я пока в этом правительстве вот этого драйва не вижу. Зачем мы строим газопроводы? Ну, если вам нужен газ, ну, и стройте газопровод. Занимайтесь самовывозом. Тогда мы не будем в рисках. Вот, пожалуйста, вот скважина, от нее мы вам откроем задвижку, и газ пойдет. А вы сначала пообещали построить газопровод, а потом китайцы передумали. Они сказали, мы пока вам 20 миллиардов не будем давать, мы пока вот передумали. Нам надо занимать позицию, когда мы можем передумать. Но и самое главное, самое главное – это, конечно, малый и средний бизнес, который сейчас просто скукошился, просто вообще где он только может, он выживает, не выживает, уже даже на эту тему не говорят. Надо прекратить давать деньги из бюджета вот этим белым слонам, монстрам. Надо выбросить эту дурь со строительственной скоростной дороги Москва-Казань, выбросить. И эти деньги вот как раз они не пойдут на то, чтобы мешать развиваться малому и среднему бизнесу. Ведь эти монстры, монополисты, они как раз своими издержками, своими монополиями, они и закрыли, они не дают дохнуть малому и среднему бизнесу. Если вы будете продолжать давать деньги убыточным предприятиям, вы просто будете наращивать долг, который потом сначала предприятия не вернут, а потом банки не вернут в казну. Нам нужны десятки миллионов новых рабочих мест. Десятки миллионов. Вот очередной призыв к Макдональдсу убираться по-добру, по-здорову самому. То есть мы не можем вас закрыть, но вы все равно уходите отсюда. В который раз я и писал об этом. И сейчас повторю. Макдональдс – это российское предприятие современного уровня. Его не выталкивать надо, а надо такие же создавать. Макдональдс, когда пришел в Россию, 100% продукции импортировал, 100%, потому что они держат определенный уровень качества. Сегодня он заместил, вот произошло импортозамещение, без всяких решений правительства, на 85%. Уже все основные ингредиенты вот этого бутерброда, они замещены на 85%, только там вот эти соусы остались. Картошка, мясо, зерно – все отечественное. Это отечественные предприятия не годят вообще 100% занятых. И 160 тысяч работающих на предприятиях, которые поставляют продукцию по самому высокому мировому стандарту. Поэтому проблема не в том, что у вас мало ли денег, больше ли денег, дадут ли вам кредиты. Но самая главная проблема, что вы будете делать с этими займами. И я бы посмотрел на вот эту финансовую санкцию Запада, как на повод к тому, чтобы заняться своими активами, рабочими местами, чтобы было под что занимать. Значит, надо прекратить фантазии о каком-то особом пути развития. Есть один проверенный путь развития, его называют европейским. Это и американцы, это и японцы, это и корейцы, это и китайцы сейчас. Тайвань, Сингапур. Это европейские нормы обустройства жизни. Что это в себя включает? Первое – это не бояться спорить. Ну, не бояться. Не бояться разных точек зрения. Спорить. Не хвататься за грудки. Аргументированно. С цифрами доказывай, что и как. Это первое. Второе. Конечно, менять всю систему организации правоохранительной системы. Но она не сменится, если вы не поменяете систему организации выборов. Значит, здесь надо допустить конкуренцию, безусловно. Откуда же у вас появятся новые, с новыми идеями, с новыми… Как бороться с коррупцией? Только один способ. Угрозой, что вы потеряете место, на ваше место сядет другой и поднимет все, что вы делали. Только этим вы можете коренным образом изменить коррупцию. Вне политической конкуренции коррупция неистребима. Поэтому надо поменять институты. Не бояться. Вообще, кого чего мы боимся? Вот если мы все это поменяем политически, ну, тогда экономика будет защищена. Мы должны становиться сильной страной. Технологически сильной. По доходам высоким. Мы должны быть эгоистами в финансовом отношении. И тогда сами потянутся. Тогда не надо будет никаких льгот по нефти давать Белоруссии, чтобы она с нами разделяла те же самые экономические и политические идеалы. Не надо. Самим надо расти, крепчать. И все автоматически к нам будут как к магниту приклеиваться. А уговаривать категорически против современная мировая экономика. Это морская экономика. Сегодня перебросить баррель нефти из самой отдаленной точки в самую отдаленную – 2 доллара. То есть транспортировка нефти ничего не стоит. А вот транспортировка нефти по нефтепроводу, хоть цистернами, это в разы, а иногда в десятки дороже. Мы, к сожалению, континентальная держава. И наращивать нам континентальность за счет союзников, которые такие же континентальные, как мы – это стратегически очень большой проигрыш для России. Нам нужна сейчас для того, чтобы конкурировать в мире, экономика еще более качественная, чем у наших конкурентов. В этом наш шанс. Не в том, чтобы день простоять до ночи продержаться, не в том, чтобы укрепить те крепости, которые вот уже стоят, а в том, чтобы двинуться вперед. И вводить, если говорят слово «институты», то более совершенные институты. Если говорят о финансовой дисциплине, еще более финансовую дисциплину. Если о либерализации, значит еще больше либерализовать условия для малого бизнеса. Если говорить о федерализации, значит дать денег регионам. В общем, все сделать лучше, чем у них. В этом наш шанс. Поэтому, несмотря на массу всяких проблем, вот этот блистающий шанс, он вообще-то у нас в руках. С какого рожна мы должны затягивать свой пояс, когда у нас растет количество миллиардеров, их состояние, все эти состояния выводятся за рубеж. Когда государство признается в том, что оно теряет деньги на каком-то Кипре, оно дает займы Кипру, треть бюджета складирована за рубежом. Почему вы требуете от нас каких-то жертв, когда мы ели концы с концами сводим, когда не растет прирост реально располагаемого жилья, когда фактически остановился реальный прирост реальных заработных плат в стране. Вы говорите, нам еще ту же затянуть. В чью пользу? В пользу той небольшой группы олигархов? В пользу той коррупционной бюрократии, которая нас всех по рукам и по ногам завязала? Я думаю, что примерно так ответит, хотя и другими словами. Если у правительства ошибки от непонимания ситуации и неспособности совершать действительно смелые экономические шаги, то у пессимистов со стороны экономистов переоценка вот этих моментов, когда какая-то страна безнадежно отстает. Такого нет в истории. Мы можем посмотреть пример Сингапура, который в 60-е годы вообще ничего себе не представлял. И тем не менее сумел добиться того, что вошел в число лидирующих стран по технологическому развитию, не говоря о росте уровня жизни. Я не сторонник пессимистичной оценки нашего будущего. Я просто констатирую, что все шансы всегда есть. Всегда и у всех. Вопрос, пользуемся ли мы? Пока нет. Надо оставить в покое идею о том, что государство является источником развития нашей экономики. Государство настолько коррумпировано, неквалифицировано сегодня, что связывать с ним надежды не следует. Кипрская проблема – это так, штрих подтверждающий, насколько неэффективно государство может влиять на экономические процессы. Поэтому ставку надо делать на частный бизнес. Это первый наш тезис. Второй тезис – надо поменять друзей. Да, надо поменять. Надо прекратить заигрывать с развивающимися странами. И надо входить в дружбу серьезную, основательную, по убеждениям, а не по тому, что это сиюминутная ситуация, с развитыми странами. Надо прекратить думать, что мы какая-то особая страна. Мы обычные, нормальные европейцы. Только Европа протянулась до Владивостока. Мы должны кооперироваться с теми странами, которые дадут нам, если мы друзья с ними, если у нас хорошие отношения, доверительные отношения, они дадут современные технологии. И вот это источник преодоления кризисной ситуации по существу, по серьезному – новые технологии. И на их базе новый рост эффективности. И третье – это, конечно, надо дать полномочия регионам. Надо, чтобы они нормально конкурировали между собой, по-настоящему конкурировали за привлечение частных инвестиций, включая зарубежные инвестиции. Вот всего лишь три меры, которые мы предлагаем. На приватизацию надо смотреть технологическими глазами. Я вам назову две цифры. Вот проблема. Стоимость всех компаний российских, которые котируются, можно купить на фондовом рынке, чью долю, равняется стоимости одной американской компании Apple. Вот одна компания за одно поколение, созданная пацанами в гараже, вот она сейчас стоит дороже, чем «Газпром», «Энергетика», «РЖД» и так далее, и так далее. Все, которые котируются. Поэтому, прежде чем говорить, какая должна быть приватизация, давайте говоримся, что мы от нее ждем. Мое твердое убеждение, что надо проводить достаточно глубокую приватизацию, в первую очередь в банковском секторе, потому что бизнес всегда принимает более ответственные решения, чем государство, когда занимается деньгами. В банке отвечает перед теми, которые дали деньги, они их дали в долг. Мы с вами положили деньги в банк, попробуй нам не верни деньги, мы, ой, нас много. А государство получает деньги в виде налогов, бесплатно, оно не должно их потом возвращать. Поэтому их решения всегда слабые, часто безответственные. Давайте все-таки понимать более реалистично свое место, чтобы не было разочарований и излишних таких щенячьих восторгов. Мы в 10 раз меньше, чем Китай. Объективно, мы не можем создавать слишком долго общественный продукт на душу населения, который больше, чем в Китае, в разы. Соответственно, Китай будет экономику, он уже имеет намного больше, чем наша экономика. Но объективно, их в 10 раз больше. С другой стороны, у нас есть социальная сфера, которую Китай еще не построил. Если мы реалистично посмотрим, что не квадратные километры определяют силу экономики, а как население с этих квадратных километров создает богатство. Для меня эталон, например, Швейцария, у которой национальный продукт в целом меньше, чем у нас, а на душу населения намного-намного больше. На чем? В этих горах никаких природных ресурсов, вообще этого нет. Но зато медицина, зато там часы, зато там даже самый главный автомобильный салон по технологически сложным автомобилям, новым, концептуальным. Он проводится ни в Нью-Йорке, ни в Токио, ни в Париже, именно в Швейцарии, в Женеве он проводится. Вот это талон для меня. Поэтому, если мы поймем, что наша сила не в квадратных километрах, а в эффективности использования этих километров, то тогда мы немножко будем скромнее, но более реалистичны. Все-таки кто у нас драйвер вообще в экономике? Государство или бизнес? Риторический, простой вопрос. На мой взгляд, ошибочно, когда государство лезет куда ни попадя. Причем в разных формах. Иногда в таких мягких формах, иногда в грубых, под видом, когда силовые структуры отнимают бизнес. В самых разных. Но в целом это, с моей точки зрения, очень негативное влияние государства на экономику, когда она там присутствует. Достаточно посмотреть опыт работы наших монополий, сравнить их эффективность с аналогичными предприятиями Запада. Вот это первая проблема. Государство, бизнес. Кто будет драйвером? Вторая проблема. Это будет ли допущен бизнес в так называемой стратегической сфере деятельности. После того, как американцы фактически отдали практически весь космос в частные руки, уже по-другому будет развиваться вся мировая экономика и взаимодействие государства с бизнесом. Если уж космос отдали, и последняя доставка материалов, продуктов на межорбитальную станцию, она с помощью и ракета-носителя, и осуществлен запуск частной фирмой. Вот это уже новая эпоха взаимоотношений государства и бизнеса. Как бы нам здесь не опоздать. Вот если государство решится, правительство решится на такую постановку вопроса и двинется в этих двух основных направлениях, тогда, конечно, успех будет. За время кризиса сырьевой характер экономики увеличился. И все слова про диверсификацию, модернизацию, они как бы повисли в воздухе. Мы считаем, что нет, ни в коем случае нельзя повышать налоги, кроме двух. Акцизов на табак и водку. Да, здесь можно. Все остальное нельзя повышать. Вот по нашим расчетам, примерно 100 тысяч предприятий либо уйдут в тень, либо вынуждены будут закрыться только в результате налоговых новаций. Так ведь это же еще не конец. Министр финансов говорит, это тренд. То есть еще будет повышаться. Это что же такое? Значит, с коррупцией мы не хотим бороться, рационально использовать деньги, которые не хотим, стимулировать производство отказываемся, только повышать налоги? Сидеть в кабинете или в нашем зале там поднимать руку, голосовать за повышение налогов? Вот, знаете, это плохим закончится. Тут вот какой момент. Надо две вещи ломать. Они тяжелее всего ломаются. Первое, это все-таки коррупция. Ведь коррупция – это повышенные издержки на производство. И второе, надо понять объективную причину. Основу экономику России сегодня составляют предприятия, которые вот примерно нашего с вами возраста, извините, это слишком старые. Ну, мы-то с вами не старые, а технологии нашего возраста – это уже очень старые. Но они составляют основу экономики страны. Вот эта идеология стратегических отраслей, идеология, что вот и попытка построить модернизацию через ВПК – обречены. Модернизация может пройти только через новые малые предприятия, через молодежь, которая из маленького бизнеса переходит в крупный, ему не мешает. Вот на них надо сделать опору. Поэтому модернизацию, еще раз повторю, нужны новые силы, как в политике, так и в экономике. Вы знаете, рецепта одновременно у меня нет. Можно вот два варианта. Либо вы в поле сначала попотели, а потом вечером поужинали хорошо. Либо вы с утра наелись так, что уже в поле выйти трудно. Нет, мы сейчас стоим, у нас более важная задача – это все-таки производство. Социальные вопросы не могут быть решены без решения производства, без его модернизации, без его перестройки, без диверсификации. И поэтому вот дополнительное налогообложение – это тупилковый путь, это сдерживание модернизации. Мы почувствуем, как мы и дальше будем, вот сейчас, в ближайшее время, пока не пересмотрим свою налоговую политику, отставать от других стран, которые хоть и мучаются, и напряжение у них в бюджетах, но они меняют экономику. Они меняют экономику. Мы не выдержим конкуренции. У меня нет рецепта, когда можно одновременно копать картошку и играть на пианино. Надо выбрать одну из двух. Я думаю, что сегодня надо копать картошку. Я верю, что идеи, которые отстаивал Валерий Михайлович Зубов, будут востребованы в нашей стране. Не могут быть невостребованы. И книги его будут прочитаны еще не раз. Валерий Зубов был из той редкой породы людей, которые талантливы во всем. Ученый, экономист, политик. Он в душе оставался большим романтиком. В нашу с ним последнюю встречу он подарил мне диск и выяснилось, что он прекрасно поет. Послушайте. Нагрянет память всплеском солнечных лучей. Все звуки города напомнили о ней. Толь на беду, Толь на судьбу, Тебя я снова непременно разыщу. Ах, как мне хочется взглянуть в твои глаза, Где столько света для меня, Весенних песен спаломошная пора. Все закрутилось, Все смешалось у меня. Толь на беду, Толь на судьбу, Тебя я снова непременно разыщу. Тебя я снова непременно разыщу.